Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Долларовый РТС наоборот в плюсе, причем таком немалом, на процент с третью растет из-за резкого укрепления рубля. Доллар сейчас торгуется ниже 69 рублей евро в районе 72. Но, впрочем, не раз уже все указывали, что курс доллара ниже 70 рублей бюджету не особо выгоден. И поэтому стоит ждать в ближайшее время каких-то дальнейшего ослабления валютных ограничений со стороны ЦБ и, возможно, даже каких-то интервенций. В целом, сегодня доллар сохраняет стабильность по отношению к другим валютам в преддверии заседания ФРС США. В 9 вечера по Москве мы узнаем решение американского регулятора по поводу ключевой ставки. Инвесторы ждут повышения ее на полпроцента, однако, в принципе, не исключают какого-то сюрприза от Федрезерва и шага в 75 базисных пунктов. На российском фондовом рынке сегодня в минусе, в аутсайдерах финансовый и нефтегазовый сектор. Евросоюз в рамках шестого пакета планирует отключить Сбербанк от Свифт и отказаться от российской нефти в течение шести месяцев. Подробнее эту тему обсудим с экспертами. К нам присоединяется Алексей Третьяков, СЕО и основатель Ари Капитал. Алексей, здравствуйте. Добрый день, Алексей. Да, глава Еврокомиссии подтвердила уже сегодня ранее, официально пакет еще не опубликован, что под новые санкции Евросоюза попадет Сбербанк, ну а также Московский кредитный банк и Ростельхозбанк. Речь идет об отключении от системы Свифт. Как это отразится на Сбере в первую очередь? Безусловно, тут не надо гадать, это отразится негативно. Сейчас котировки проседают, ну в принципе, довольно умеренно, в районе 3%. Стоит дальнейшего падения ждать уже после публикации или вот что будет дальше? Да, мне кажется, что акции Сбербанка, как и других финансовых организаций России в течение длительного времени будут снижаться. Сейчас инвесторы по-прежнему, многие верят, что Сбербанк остается высокоприбыльным банком, который будет платить дивиденды, что дивиденды только временно, не выплаченные по итогам прошлого года, но будут возобновлены в ближайшем будущем. Я не думаю, что следует ждать какого-то возобновления дивидендов при продолжении военной операции на Украине. Алексей, смотрите, вот глава Еврокомиссии также заявила, что санкции закрепят полную изоляцию российского финансового сектра от мировой системы. Вообще, вот учитывая такое заявление, стоит, на ваш взгляд, ждать отключения от SWIFT вообще поголовно всех российских банков, или это такая крайняя мера, на которую, в принципе, Евросоюз пойти не может? Я думаю, что постепенно, да, Евросоюз может отключать российскую банковскую систему от SWIFT. Это не произойдет немедленно, поскольку Евросоюз хочет сохранить еще до конца года в каком-то объеме экспорт и нефти, и газа из России. Поэтому для расчетов с европейскими потребителями энергоресурсов, я думаю, что часть российского банковского сектора сохранит свое участие в системе SWIFT. Скорее всего, это будет Газпромбанк, возможно, также дощерние банки западных банков, работающие в России, таких как, например, Райфайзенбанк или Юникредитбанк. Но когда Евросоюз полностью ведет в действие эмбарго на экспорт из России нефти и газа, соответственно, он не будет сам нуждаться в обеспечении расчетов по этим валютам, и тогда, да, можно ожидать полное отключение российско-банковской системы от SWIFT. А тогда такой вопрос, в случае отключения российско-банковской системы от SWIFT. Я так правильно понимаю, что платежи не то, что будут невозможны какие-то между банками, а просто сильно затруднены? Да, платежи будут возможны в очень затрудненном виде. Кроме того, наверное, российские банки будут стараться за это время, которое осталось, выстраивать какие-то новые схемы. Здесь основная надежда, видимо, на китайскую банковскую систему. Возможно, удастся построить какие-то каналы расчетов с помощью юаневых счетов. Сейчас, как бы таким островком относительного финансового спокойствия, по крайней мере, без санкционного, видится Тинькофф, банк, ТКС, Групп. Как вы оцените сейчас перспективы компаний с учетом недавней сделки? И, опять-таки, грозят ли ей, этому банку, на ваш взгляд, в какой-то перспективе санкций и, соответственно, какие-то ограничения? Вы знаете, мне кажется, что проблема с отключением SWIFT очень серьезная. Но так или иначе все понимают, что банки уже будут отключены от SWIFT. Это вопрос времени. И здесь ущерб от отключения российских банков из мировой банковской системы, он уже как бы понятен, но он не критичен. Главная проблема, почему акции банковских организаций будут падать, я думаю, что не отключение от SWIFT, а, в принципе, из-за того, что российский банковский сектор будет претерпевать метаморфозы, такие как бы подобные, как тяно в обратную сторону. То есть все меньше будет оставаться высокомаржинальных комиссионных сервисов, и все больше банки будут заниматься тем, что будут кредитовать какие-то «приоритетные» отрасли российской экономики, возможно, участвовать в кредитовании территорий на Украине, которые сейчас переходят под контроль российской армии. Поэтому окончательный исход, наверное, это будет какой-то большой объем проблемных кредитов и потребность в докапитализации всех оставшихся банков через несколько лет. Поэтому я думаю, что не стоит не только не ждать дивидендов, но также и понимать, что действующие акционеры крупнейших российских банков в будущем будут размыты до помиссии. А можно ли в этом случае ждать какой-то консолидации в банковском секторе? Сейчас количество банков в России довольно большое, соответственно, какое-то банкротство мелких игроков и укропнение и без того крупных? Да, конечно. Я думаю, что мелкие игроки никому не интересны, они будут просто банкротиться, а крупные игроки будут консолидироваться. Мы это видим уже. Процесс пошел. Было заявлено о том, что может быть объединение ВТП с Банком Открытия и РНКП. Не исключено, что Росбанк объединится с Банком Тиньков и подобные сделки мы будем наблюдать. Спасибо большое, Алексей. Шестой пакет антироссийских санкций, соответственно, влияние на банковский и финансовый сектор, обсудили с Алексеем Третьяковым, СЕО и основателем Ари Капитала. Ну и опять-таки вот эти ограничения, которые, в принципе, уже анонсировала глава Еврокомиссии, но официально, я повторюсь, они еще не опубликованы, предполагают поэтапный запрет всего импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов Евросоюз. Как опять-таки обозначил Урсула фон дер Ляйен, в течение шести месяцев должны быть прекращены поставки сырой нефти из России, а до конца года также нефтепродуктов. Но в целом, по сообщению источников некоторых западных СМИ, может также идти речь о некоторых исключениях для ряда стран, в частности для Венгрии, Словакии, для тех стран, которые наиболее зависимы от российских поставок. Подробнее эту тему, влияние эмбарго нефтяного на нефтяные котировки российский нефтегазовый сектор обсудим с нашим следующим гостем. К нам присоединяется Андрей Коробьянс, обозреватель нефтегазового рынка, агентство экономической информации «Праем». Андрей, здравствуйте. Привет за вас. Ну вот да, сегодня все утро нефть, одна во всех повестках, но между тем нефтяные котировки, не сказать, чтобы как-то сильно на это реагируют. Всего около 3% роста нефти выше Brent 108 долларов за баррель, хотя там еще месяц назад видели намного более впечатляющее значение. В чем причина, то есть проблемы в Китае, какой-то ожидаемый профицит на рынке? Вы имеете в виду профицит нефти? Да. Мне кажется, что котировки пока слабо реагируют на потенциальный эмбарго, нет? Ну, в последнее время котировки все больше реагируют все-таки на, как говорится, информацию, которая поступает от реального сектора, а не на настроение, скажем так, биржевых участников рынка. Я бы так это определил. Но если мы говорим о ситуации, которая складывается на рынке нефти сейчас, то профицита пока там никакого нет, ну и, наверное, в ближайшее время ожидать его вряд ли возможно. Профицит возможен будет только в том случае, если все-таки западные компании, а именно Европа, у нас Европу, как говорится, на заклание здесь послали наши партнеры из-за океана. Вот если она ужнется до тех масштабов, о которых, ну, говорили, скажем так, представители германского правительства, то тогда, да, то тогда может измениться ситуация, ну и, соответственно, если ОПЕК будет продолжать наращивать добычу. Но, между прочим, если мы говорим об ОПЕК, они наращивают добычу, да, но отстают от тех уровней, которые они запланировали. Запланировали. Было где-то около миллиона, но сейчас это отставание сократилось. Но, тем не менее, ситуация остается достаточно выгодной для тех, кто для продавцов нефти сейчас, а не для покупателей. Андрей, на европейский рынок приходится более половины, вот по данным за 2021 год, всего российского экспортного объема сырой нефти. Если сейчас будет объявлено, даже пусть о поэтапном, но все-таки эмбарго на российское топливо, куда этот огромный объем можно перенаправить и можно ли вообще, или в принципе уже будет идти речь о сокращении добычи в России? Ну, если берем это вот с европейской стороны, вернее, с российской стороны, если говорить о Европе, то где-то примерно 25%, 25-26% разные данные приходится на российскую нефть из объемов потребления. Но все дело в том, что Европа, скажем так, это была во многом, выполняла функцию и перевалочной базы из Европы. Например, во время коронавируса, во время этих локдаунов безумных, формировались огромные партии на супертанкерах, и все это отправлялось в Китай, например, и в другие страны. Ну, прежде всего, конечно же, в Китай, потому что там победили коронавирус, преодолели коронавирус достаточно быстро. Ну, вот и сейчас там ситуация складывается тревожная. Я бы смотрел, честно говоря, на Китай прежде всего. Потому что вот если в Китае ведут серьезный локдаун, то да, тогда спрос на нефть снизится, достаточно серьезно снизится. И здесь можно ожидать снижения цен на нефть. Но, честно говоря, вот Соединенные Штаты в этом никак не заинтересованы для того, чтобы снизили цены на мировом рынке. Им выгодно, чтобы снижать цены на нефтепродукты внутри Соединенных Штатов. Но это, еще раз говорю, проблема не глобальная, проблема самих Соединенных Штатов. Те проблемы в экономике, вот они отразились на рынке, ну, говорят, бензина, не только бензина, вообще всех видов нефтепродуктов. Но, прежде всего, бензин. Понятно, что Соединенные Штаты – это бензиновая страна. Ну, а если говорить о нас, то уже идет перенаправляем потоки и в таких серьезных количествах. Вот наши индийские партнеры здесь все, без исключения индийские крупнейшие нефтеперерабатывающие компании или нефтяные компании, вот они сейчас готовятся к сделке с Роснефтью. 13 миллионов, если минимум 13 миллионов, то есть там 16 миллионов баррелей в сутки, извините, 16 миллионов баррелей в месяц, если будет отгружать Роснефть в Индию. Если это удастся, все-таки заключить эту сделку, потому что есть трудности, в том числе и с взаиморасчетами. Ну, вот до меня, обозреватель финансовых, банковский сектор, он, в общем-то, указал на те проблемы, которые существуют. Основная проблема для нас – это, наверное, будет не перенаправить эти потоки, потому что перенаправить их можно будет. Если не все, то большую часть – это возможно. А вот как производить расчеты и вот этим нашим новым потребителям. Потому что российская нефтянка все-таки устойчива к кризисам, устойчива к падению цен. Но мы это видели уже не раз. Мы это сможем. Ну да, но еще, конечно, вопрос цены. Та же самая Индия, вот, Андрей, про которую вы сейчас говорили. Сегодня Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что Индия заявила, ну, Индия рассчитывает на покупку российской нефти по цене менее 70 долларов за баррель. Ну, формулировка, конечно, расплывчатая – 20 долларов – это тоже менее 70, и 60 – это менее 70. Но, скажем так, я предполагаю, что эти вот потенциальные покупатели будут требовать очень большие скидки и пойдут ли на них российские компании. А в целом, для российского бюджета выпадение такого крупного потребителя нашего топлива, как Европа, грозит ли какой-то просадкой, резким падением доходов бюджетных? Ну, где-то немножко, так сказать, сфера иная, но серьезных, я думаю, не будет. Не будет просадка, потому что цена стоит, цена на нефть сейчас достаточно высокая, я бы даже сказал, очень высокая, а на газ, я и говорю, я же не хочу. То, что считалось недавно совсем фантастикой, такие предсказания некоторых наших политиков, вот сейчас все выражается в том, что мы видим эти цены, да, закончился отопительный сезон, но все равно цены на газ очень велики. Если говорим о нефти, то, честно говоря, Россия не заинтересована в том, чтобы цены на нефть были очень высокими, потому что падает спрос, сжимается спрос, и это вот в себе несет такой потенциал очень серьезный. Это кризис, конечно же, экономический, потому что если потребление на электроэнергию падает, приходится ужиматься, то все, за этим следует кризис, в этом нет каких сомнений. И вот тогда возможно вообще обвальное падение цен, которые мы уже, честно говоря, не раз видели. А вот цены 70 долларов за баррель, ну это Bloomberg, понимаете, здесь надо тоже все-таки критично смотреть на информацию, которую предоставляют западные агентства. Да, скидка она велика, скидка она 20-30 долларов, это наверняка будет вот на тот самый Йолс. Но главное то, что индийские партнеры будут покупать вот те объемы, которые мы отгружали раньше в Европу. И до сих пор продолжаем отгружать в Европу, а это очень и очень важно. И объем, объем очень-очень велик. Да, тогда вопрос следующий, вы считаете, что Россия сможет как-то перенаправить эти вот европейские объемы. А тогда вот с Европой хотелось бы прояснить, на ваш взгляд, все-таки вы называли цифру в 26, там примерно процентов приходилось на российскую нефть. Из каких стран, от каких поставщиков Европа теперь сможет брать это топливо, чтобы заместить российские поставки? Поставщиков только один здесь, самый реальный, это, конечно же, Ближний Восток. Ну, американская нефть поступает, но надо понимать, что американская нефть, все-таки Америка пока остается нет-импортером нефти и нефтепродуктов, если по балансу посмотреть. Там много, скажем так, не придет. Да, и вот ситуация, которая складывается в Америке, все думали, сейчас вот карантик откроют, цены на нефть подскочили до 100 долларов и выше, карантик откроют, Исландская нефть опять зальет весь мир. Но, видите, такого не происходит, потому что есть серьезные проблемы. Но тема отдельного разговора. Ближний Восток, ближневосточные страны уже намерены, некоторые страны, ну, вот есть информация об Ираке, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, вот я бы их назвал, прежде всего, откуда пойдет нефть, прежде всего, в Европу. В целом, сейчас российский нефтегазовый сектор, вам кажется, привлекательным для инвестирования, ну, вот с учетом текущего снижения котировок или пока бы, с учетом санкций, вы бы не рекомендовали входить в акции нефтегазового сектора? Ну, риски, если вы готовы принимать риски, риски очень велики, если вы готовы брать эти риски, рисковать, то, конечно, это реальный актив, и актив спрос, на который будет расти в мире. Это уже, по-моему, очевидно, вся вот зеленая повестка, она сохраняется. Но вдруг вспомнили об угле, о котором мы вообще уже его все списали, и вот сейчас даже Германия не хочет покупать российский газ, но захотела покупать уголь из Мозамбика. Ну, что ж, если им это выгоняет, то Бога ради. А если говорить о основных потребителях, это, конечно же, страны Юго-Восточной, вернее, Восточной и Юго-Восточной Азии, и там потребление будет только расти. И вот сейчас присоединилась Индия. Индия, конечно, никогда не заменит Китай с точки зрения потребления спросом на эргоносители. Кстати, там сейчас энергетический кризис разгорается в очередной раз. Но, тем не менее, спрос там достаточно серьезный, большой. И самое главное то, что Индия не сможет себя в ближайшей перспективе, да и, наверное, не в ближайшей никогда, обеспечить достаточным количеством нефти и газа. Последние данные пришли за финансовый год, который закончился в марте. Ну, у них там. Так, падение добычи нефти, оно продолжается. То есть еще будет, наверное, ускоряться. Спасибо большое, Андрей. С нами на связи был Андрей Коробьянс, обозреватель нефтегазового рынка Агентства экономической информации «Прайм». Обсуждали мы возможный эмбарго со стороны Евросоюза на российскую нефть. Мне, кстати, отмечу, вот только что пришли данные Минфины России, что средняя цена барреля нефти Юрлс нашего сорта в апреле составила 70 долларов за баррель, снизившись на 20% по отношению к марте.